В эфире информационная программа Шарайна, в студии работает Мадина Кадыргожина. Здравствуйте! Сегодня состоялась отчетная встреча о ходе реализации комплексного плана приватизации на 2021-2025 год заместителя председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Кайрата Морзахметова с населением области Абай. Смотрите далее. На встрече заместитель председателя Комитета Морзахметов Кайрат коротко рассказал об истории приватизации в Казахстане, о задачах по дальнейшему разгосторствлению, экономике путем приватизации и проведения IPO крупнейших национальных компаний и о текущем исполнении комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы по Республике в целом. Проведение IPO в рамках комплексного плана приватизации начато с Казахстана Газа. Как всем известно, с 9 ноября по 2 декабря текущего года проводился сбор заявок, то есть подписка на акции Казахстана Газа на обеих казахстанских биржевых площадках, казахстанская фондовая биржа КАСИ и биржа Международного финансового центра АИКС Астана. Сбор заявок осуществлялся по цене 8406 тенге за одну простую акцию Казахстана Газа с приоритетом удовлетворения заявок от граждан Республики Казахстана. По итогам IPO, проведенным ФНБ Самрук Казна, в ходе подписки поступило свыше 129 тысяч заявок от физических и юридических лиц. В цели приватизации на 2021-2025 годы входит уменьшение доли государства в экономике, улучшение корпоративного управления национальных компаний, развитие казахстанского фондового рынка, увеличение розничной базы инвесторов, а также повышение финансовой грамотности населения. В планах 2023-2024 годах – Эйр Астана, зеленый портфель Актеус Самрук, Энерго и Кегок. В 2024-2025 годах – Казахгаз, в 2025 году – Казахстан Тиморжолы. В результате с 9 ноября по 2 декабря текущего года проводился сбор заявок на акции Казмуной Газа. Реализовано более 18 миллионов простых акций на общую сумму 108 3 миллиардов тенге или 330 миллионов долларов США. После доклада заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республик Казахстан приступил к ответам на вопросы населения. Одним из первых вопросов задал Ерлан Жумагулов о принятии участия в программе по приобретению конфискованного имущества. Есть свои правила по приобретению конфискованного имущества. Оно переходит в доход государства, выставляется на торги и в последующем продается. Здесь очень процесс открытый, поэтому я проблем не вижу. Любой гражданин может зайти на сайт Е-Казна, сейчас называется это госреестр. Поэтому любой желающий может приобрести, и не только, допустим, по области Абайи, здесь можно по всей республике участвовать. В целом доступ к этим объектам всегда предоставляется, это обязанность продавца. Где-то, если, допустим, не допускают, то есть у нас на местах департаменты госимущества и приватизации, которые могут обеспечить просмотр, допустим, объекта. В настоящее время в городе выросла плата за найми и аренду участка. Не повысится ли она выше или будет ли упрощена плата для предпринимателей? Кайраджик Сылыкович также ответил на вопрос. Вообще, здесь тоже необходимо отметить, что у государства четкие параметры по сдаче в аренду помещений. И есть свои коэффициенты. Государственное имущество, оно, как сказать, не влияет на рынок. Вот, допустим, если частные физические лица, учитывая, что, допустим, здесь семей с этого года стало город областным центром, да, где-то повысились, допустим, и жилье, и коммерческие помещения, то я могу сказать, что у государства четкие есть параметры, привязанные к месячному расчетному показателю, и по ним производится сдача в аренду. Есть повышающие коэффициенты, это вот, к примеру, ну, это и на, в целом, в открытом рынке также. Отдаленность от центра, наличие коммуникации, ремонта и так далее, здесь уже учитываются вот эти вот коэффициенты, и может разниться цена в аренде. Поэтому проблем с этим, допустим, с сдачей аренды и повышением необоснованным у государства нет. Руководитель общественного фонда семьи поделилась о том, что иногда им приходится самим скидываться, чтобы иметь собственный офис для оказания помощи населению. К слову, неправительственные организации принимают население на бесплатной основе. Ну, я могу сказать, что у государства принимать, получать в аренду намного дешевле, чем, допустим, у коммерческих организаций. Это уже хоть какой-то плюс. Ну да, нам на встречу-то идут, мы оказываем услуги, как вы говорите, понижающие коммерческие, это все очень плохо. Поэтому пока, пока законодательно так регулируется, и мы уже не в силах. Кайрат Мирзахметов дал телеканал комментарий по итогу встречи с населением, отметив, что жители принимали активное участие в вопросах и предложениях, а также ответил на вопрос журналист нашей редакции в связи с участившимися разговорами о приватизации Шульбинской ГЭС. По Шульбинской ГЭС есть поручение. Здесь оно приватизации не подлежит, так как это Шульбинская ГЭС является стратегическим объектом. Также Кайраджик Сылыкович рассказал о проекте «Единый баланс-содержатель», который стартовал недавно. Здесь, да, хотелось бы отметить, это достаточно такой новый проект, и я считаю, вот это большой шаг вперед в целом для государства, когда департаменты или комитет госимущества на своем балансе содержат, допустим, все центральные государственные органы обеспечивает ремонтом в целом, как бы не для госорганов, чтобы не было лишних, допустим, функций по содержанию зданий. Здесь вот надо отметить, что «Единый баланс-содержатель» – это будет такой, можно сказать, прорывной проект. После заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Кайрат Мирзахметов провел личный прием граждан. В городе, в центре области зажглись огни главной елки. В зажигании свечей главной новогодней елки приняли участие Аким города, Нурбол Нурсагатов и Активы города. Наряду с зажжением елочных фонарей был введен в эксплуатацию долгожданный каток вокруг Большой Горки возле музыкального фонтана на Центральной площади. Подробнее в следующем сюжете. На церемонии зажжения елочных огней была поставлена концертная программа, театрализированные представления, а также выполнялись песни. Высота главной елки города – 19 метров. На елке было вывешено 200 светодиодных гирлянд по 10 метров и более 100 игрушек. Также выставлены скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. А на площади Ауэзова на левом берегу города установлена 18-метровая елка. В этом году Семипалатинск желаю счастья, в новом году здоровья, всего самого наилучшего, чтобы все было хорошо, этот год чтобы был шикарным и незабываемым. В этом году город Семип впервые за 25 лет отметит Новый год в статусе областного центра. Поэтому акиматом города в канун праздника проводятся различные мероприятия. Счастливого Нового года! Мы очень рады, что мы стали областью Абай в минувшем году. В статусе областного центра этот Новый год отмечается и проводится нами с особенными ощущениями. С удовольствием посещаем все мероприятия, связанные с Новым годом. Наши дети в восторге. Выражаем огромную благодарность организаторам всех мероприятий. Пусть 2023 год принесет нашему народу и государству много хороших событий. Наш город каждый день украшается. На центральной площади ребята катаются на коньках, катаются с горки. С наступающим Новым годом семей и всех казахстанцев выразили радость горожане. Кроме того, весь город украшен гирляндами. На главных улицах города, таких как Шакарима, Шмидта, Уэзова, Козбагарова, Бостаева, Коржубаевича, были установлены на деревьях светодиоиды с иллюстрацией птиц, звезд и луны. Также в городе было установлено несколько праздничных небольших архитектурных произведений. Мадина Кадрогожна, Даулет Айтказинов, Орлан Исаков, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. В минувшие выходные в здании Абай-арена прошел финал по футзалу Кубка Казахстана. Данное соревнование организовано в сотрудничестве Акимата области и Ассоциации футбола Казахстана. Подробнее смотрите в нашем следующем видеосюжете. Соревнования такого масштаба проводятся в области впервые. В составе участников отечественные и зарубежные профессионалы мировой величины. Среди четырех сборных стали чемпионы страны и обладатели Кубка Республики Казахстан Кайрат из Алматы, Руднинский Аят, а также два спортивных коллектива из Актубе Рахмет и команда с одноименным названием с городом. Перечисленные команды действительно считаются сильнейшими командами по футзалу в стране. К слову, по инициативе Акима области Нурлану Нуранхаеву вход для зрителей доступен совершенно бесплатно. Спортивный обозреватель и по совместительству организатор мероприятия Тимур Камашев поделился с нами о том, что в области планируется создание областной команды по футзалу Ельмай, которая уже по плану будет принимать участие в следующем году, а также дал комментарий для нашего телеканала. Все эти коллективы довольно авторитетные, признанные в части из них, например, в Кайрате или, скажем, Аяте, выступают футболисты мирового класса, которые входят в состав национальной сборной Казахстана, из других команд тоже, которые в свое время добивались выхода в финальную часть чемпионата мира, чемпионата Европы, того же Кубка УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Поэтому можно сказать, что прибыли звезды сегодня в Семи. Вообще соревнования именно по футзалу такого высокого уровня в нашем городе в Семи проводятся впервые. Конечно, это должно послужить импульсом для того, чтобы была и здесь, в нашем городе, создана команда по футзалу. Работа над этим ведется, я, может быть, открою небольшой секрет. Сама традиция содержания матчей именно кубковых, которые проводятся по так называемой олимпийской системе, то есть на выбывание, она, конечно, подразумевает интригу гораздо более высокую, нежели какие-то матчи, которые идут где-нибудь на экваторе чемпионата Казахстана. Много еще непонятно, когда все. А здесь вот все, проиграл, выбыл. И поэтому, конечно, команды будут стремиться сыграть что из силы, выдать все на то, что они способны. И, само собой, ввиду этого получится и содержательная игра. То есть, как я надеюсь, будет такой открытый футзал. Как говорят в футболе, в футзале будет бойня. То есть, до последнего, как бы, всем хочется, конечно, завоевать трофеи или добыть место, которое будет призовое, скажем так, да. Что, собственно говоря, дает право повысить на международную арену, то есть европейские клубные турниры, другие соревнования. Первыми выступили в борьбе. Играли победу в серии пенальти после матча со счетом 4-3. Игрок команды Рахмет под номером 7 поделился с нами впечатлениями от прошедшей игры. Мы проходили сильную подготовку и интенсивные тренировки в Актубе. Пару игроков из основного состава, а именно Азад Валиуллин и Ренат Турегазин, не участвовали в игре, что помогло нам победить. Но, несмотря на это, Аят играл очень хорошо. И это была сложная игра. Мы пропустили два гола в начале игры. Но наша команда собрала всю свою силу и показала свой характер. В истории Рахмет такой игры еще не было. Это было очень эмоционально, особенно финал. По мнению Нурканата Бахтиарова, игроки сборной Аят не только сильные, но и где-то превосходили его команду. Но, собрав весь свой дух и характер, они смогли не только показать, но и противостоять команде из Рудного. Президент Ассоциации футзала Казахстана уроженец города Аягус Толюбгалит Тайтулеев рассказал нам о ходе матча. Еще у нас давно уже идея такая была, привезти футзал в город Семей. В прошлом году я сюда приезжал, привозил сюда КАКА, привозил Уразово-Бриджан, Турсоглова-Даврена, это мои ученики. И я привозил сюда для того, чтобы каким-то образом разбудить интерес города Семей, футзалу. Аким от города нас тогда принял хорошо, то есть такая душевная встреча была, но, к сожалению, мы с футзальной общественностью тогда не встретились. А эта мысль у нас все время оставалась, мы все время хотели. Может быть, здесь есть какие-то объективные причины, возможно, ряд ведущих игроков, аят отравмирован, они не приехали. Может быть, это одна из причин. Но, тем не менее, это ни в коем случае не умаляет заслуг команды «Рахмет». Команда, которая всего лишь 2-3 года максимум этой команде. Тулев Гали Мухамеджанович впечатлен от противостояния двух команд за мощную интригу, которая держалась до самой последней минуты игры. Президент ассоциации футзала Казахстана уверен, что все, кто смотрел за игрой, остались в восторге. К слову, он сравнил игру с чемпионатом мира, где боролись Аргентина и Франция. История повторилась уже в Абай-арене. Во втором зрелищном полуфинале встретились двукратные обладатели Кубка УЕФА Кайрат из Алматы с командой Актобе. Игра завершилась в ничу со счетом 1-1, но в дополнительном времени Кайрат забил решающий гол. Волонтеры также поделились ходом проделанной работы к прошедшим играм. Кенесара Айдарханов и Аленур Женесов являются студентами Высшего гуманитарного технического колледжа и членами молодежного движения «Жастар-Руха». Мы провели серьезную подготовку к матчу. С самого утра и до позднего вечера мы готовили зал. Нам объясняли, где и кто должен быть расположен. Так как в семье мероприятие такого масштаба проходит впервые, нам действительно было приятно, что нас пригласили в этом поучаствовать. А уже в финале, как и в предыдущих матчах, участники не смогли выявить победителя в основное время, закончившееся со счетом 3-3. По итогу яростный матч закончился с результатом 5-3, а Кайрат получил признание как 18-кратный обладатель Кубка Республики Казахстан по футзалу. Понятным восторгом был воспринят и такой факт, что в составе победителей турнира обладателями национального Кубка стали уроженцы области Биржан Уразов и Даурен Турсагулов. Мадина Кадргожна, Сумкар Толумхан, Орлан Исаков, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. Добро пожаловать! Новый год, новая веха, новая мечта. Для детей с особыми образовательными потребностями, принимающих активное участие в общественных мероприятиях, в области от имени президента Республики Казахстан прошла праздничная елка на 200 детей, а также от имени Акима области для 150 детей. Подробнее в следующем видео. В праздничном мероприятии приняли участие дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети с особыми образовательными потребностями и одаренные дети в возрасте от 9 до 13 лет, принимавшие активное участие в учебе, спорте и общественных мероприятиях, добившиеся успеха в творчестве, а также в искусстве. Дорогие дети, пусть этот елка и подарки будет для вас незабываемым иллюзием. Пусть Новый год вам принесет счастье, здоровье. Будьте патриотами нашей страны, Казахстана. Будьте, слушайте родителей, слушайте учителей. Мы для вас все, чтобы вы хорошо учились, все условия создадим. Ведь глава нашего государства, Казахстана Максимовича Нукаев, сказал, стране нужно высокообразованию людей, чтобы вы нашу страну усилили своим образованием. Мы для вас создадим все условия. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть этот год принесет вам только счастья, здоровье. Слушайте своих родителей, учителей. С Новым годом жараным транспортным осын. 25 декабря в разных уголках Казахстана проходят новогодние елки от имени президента Республики Казахстан для наших маленьких детей, показавших лучшие результаты в спорте и общественной работе, в образовании за весь 2022 год. В новогодней елке по области Абай принимает участие около 200 учащихся из всех районов, учащихся городских образовательных учреждений. Тема новогодней елки в этом году называется «Добро пожаловать в Новый год, в новую мечту». Основная цель, чтобы все казахстанские малыши почувствовали заботу государства и в преддверии новогоднего праздника подарили нашим детям прекрасное настроение. Сегодня на елку от имени главы государства мы привели 10 воспитанников. Хотели бы поблагодарить организаторов данного мероприятия. Дети очень счастливы, а мы очень рады за них. Всех поздравляем с Новым годом. Я ученица студии искусств Айна Лайн. Мы для детей подготовили исполнение новогодней песни. Дети были этому очень рады. Поздравляю всех с Новым годом. Как вы можете заметить, сегодня проходит елка для детей от имени Акима области. Это очень хорошо, ведь этот год является годом детей. Хочу поблагодарить Акима области. Всех с Новым годом. Желаю всем всего наилучшего. Новый год – один из самых необычных праздников среди школьников. И его празднование – один из ярких моментов жизни детей. Его главная цель – это формирование общечеловеческих ценностей и укрепление дружбы между детьми, а также организация коллективных творческих дел. На торжестве дети делятся своими эмоциями, новостями и приобретают новые навыки. Акима области. По окончании праздника детям были вручены подарки, в том числе сертификат, ноутбук и пакеты со сладостями. А от имени президента Республики Казахстан участники новогодней елки получили дополнительное поздравительное письмо и книгу сказок на трех языках. Мадина Кадыргожна, Сункар Толумхан, Орлан Исаков. Информационная программа «Шарайна», ТВК-6. Вместе на одной волне прошел областной молодежный форум. В числе спикера форума были тележурналист Нурбек Бекпау, медиатренер Акерке Берлибай. Спикеры поделились молодежью опытом современной журналистики и развития критического мышления. В областном молодежном форуме «Вместе на одной волне» приняли участие активные студенты учебных заведений нашего города. В ходе мероприятия свои тренинги провели тележурналист Нурбек Бекпау и медиатренер Акерке Берлибай. По словам Шалкара Байбекова, такие форумы имеют большое значение, так как благодаря таким мероприятиям молодое поколение будет стремиться к получению определенных знаний, говорит заместитель Акимова области. Как вы знаете, глава государства на сегодняшний день реконструировал и модернизировал нашу область. От нас с вами зависит работа, будь то социальная или политическая, для развития экономики нашей области. Теперь, в свою очередь, хотелось бы остановиться на высказывании главы государства. Наша страна завтра – это молодежь, и мы должны дать молодым людям новые возможности. Мы уверены, что они вкладывают все силы в процветание нашей суверенной страны. С этими словами вы сейчас несете большую ответственность, поэтому я надеюсь, что молодежь нашей земли, которая носит имя великого Абая, приложит все усилия, чтобы поддержать слова главы государства. Молодежный форум, который проводится впервые с момента основания области, за короткий промежуток времени предоставил участникам важную информацию. В ходе форума спикеры затронули такие темы, как развитие в творческой сфере, в современной журналистике, а также о критическом мышлении. Пиар и общественным деятелям. Я приехала из города Астаны, но я сама уроженка Абайской области, Уржарского района, село Таскиске. И я узнала, что это самый первый молодежный форум с момента формирования Абайской области. И для нас действительно большая честь, что мы принимаем участие здесь, как первые спикеры и первые гости. На самом деле, вот я сколько лет в молодежной политике, а это более 10 лет, молодежь Абайской области, она, наверное, самая такая яркая, она пробивная и не очень талантливая. Их всегда везде много. Я служу с точки зрения города Астаны, с точки зрения центра. Поэтому я очень рада, что такие молодежные форумы проходят. И это прекрасная инициатива для объединения всей молодежи по всему, по всей области. Я думаю, что этот форум даст хороший импульс для развития молодежной политики и в целом креативной индустрии нашей области. Спикеры, которые поделились своим опытом на форуме для молодежи, отметили, что подобные мероприятия будут проводиться довольно часто. И на этом они не будут останавливаться. В семье скоро будут объявлены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. Согласно правилам, в конкурсе участвуют юридические лица, индивидуальные предприниматели, бюджетные организации, а также жители города-семей. Члены конкурсного жюри совершили обход всех объектов. Победители будут определены путем их голосования. Отметим, что в состав комиссии вошли депутаты Маслихата, дизайнеры, общественные деятели и сотрудники Акимата города. В ближайшие дни авторов лучшего новогоднего украшения наградит Аким города Нурбол Нурсагатов. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, берегите себя и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok